Армянская сторона приняла пас от своего французского покровителя и начала финтить. После прибытия гражданской миссии в Армению у Еревана, по непонятным причинам, вдохновившегося присутствием европейцев на своей территории, пробудился аппетит. Вообще странно. Как можно не уважать ни себя, ни свой народ, ни свою страну, чтобы радоваться тому, что в кавычках древняя армянская земля сегодня является проходным двором. Кого только здесь не увидишь. И русских, и американцев с французами, а теперь и представителей Евросоюза. Впрочем, это проблема соседей. Так вот, об аппетите. Ереван, решив, что 40 миссионеров Евросоюза будет маловато, обратился в другую европейскую структуру ОБСЕ. Направление миссии ОБСЕ является абсурдным шагом и не служит нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И этот деструктивный шаг Армении явно носил провокационный характер, так как в пражском заявлении не было ни единого слова ОБСЕ. На просьбу Армении направить миссию данная структура дала положительный ответ. Но не все так однозначно. Дело в том, что решение направлять или нет миссию куда-либо принимается на основе консенсуса. В этой структуре есть страны с правом наложения вето. Однако никакого согласования по данному вопросу не было. Конечно же, Армения вольна приглашать к себе кого угодно. Хоть черта рогатого, но с условием. В процесс, обговоренный в пражском заявлении, никто не вправе вмешиваться. А так, представители ОБСЕ могут прогуляться в Армению, попить армянского коньяка, закусив армянским шашлыком, даже остаться там навсегда. Но только в частном порядке. МИД Азербайджана уже отреагировал на желания миссионеров ОБСЕ, отметив, что вопрос об отправке в Армению миссии по оценке потребностей ОБСЕ никогда не обсуждался ни одним коллективным органом и, следовательно, не имеет соответствующего мандата. За все годы конфликта ОБСЕ ни разу не отправила миссию на оккупированные территории. А вся ее бурная деятельность сводилась к туристическим вояжам тройки сопредседателей и личного представителя председателя. То есть, ОБСЕ вообще не способствовало урегулированию какого-либо конфликта. Армяно-азербайджанским конфликтом они были заняты в кавычках уже 30 лет. И результат налицо. Возвращаясь непосредственно к Армении, следует отметить еще один штрих. Речь идет еще об одном провокационном заявлении премьер-министра Никола Пашиняна, направленном на срыв мирного процесса. Так, он заявил, что при необходимости можно обсудить продление мониторинговой миссии ЕС на границе. Нет, Пашинян. Ни о каком продлении, затягивании, замыливании не может быть и речи. Пока Баку не даст на это согласие. Нравится это Еревану или нет. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!